Сегодня у нас 26 июня 2015 года. Это лагерь Стан, православный, детский. И тут у нас начальник лагеря, Илья Ильич. С утра пораньше снимаешь? Моют картошку. Надо всегда узнавать, что делает, вплотную подойти, кого снимаешь, какое-то интервью. Это вот на нашей газели Витя всех привез, на перил там тополя. А что это девчата делает? Подойди, узнай, что они там. Ваня, идите сюда, где вчера гвозди потеряли. Оба Ваня, пускай идут сюда. Ваня, подойди, подойди. Так, и чем вы тут занимаетесь? Картофлю моем. Картофлю моем. И куда ее потом? На костер. На костер. А еще куда? На обед. Есть. На обед. Какая-то у нас картоша, насколько она сразу чистенькая-то стала. Люба, поглядеть. Молодцы. А это что за праздную сидящие у нас? Отдыхаем. 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 Понятно. Как говорят... Так, у нас Тимофей научился читать, даже если без букв бумага есть. Вот у нас девочки сидят и мальчики сидят тоже. А посмотрим Дашу, кто чем занимается. И чем вы тут занимаетесь, Игорь Иванович? Дело вот в чем-то. Дело вот в чем-то. Вчера он повез тележку, и я говорю, ты низ держи вот так вот, подкади сюда тележку, покажи. А сзади-то мы поставили там инструмент, но новую раздевалку сделали. Поднимайте и все, а там гвозди стоят в ящике, он вот так вот, а он так поднял и идет, но ясно, что там все покатилось, и гвозди вот здесь шарахнулись. Я говорю, собирайте, он еще раз собирал, сейчас подошел, мы все собрали, я принес магнит, вот мы уже 20 гвоздей собрали, держи Вань, 23, 27, 28. 29, 30, и заклепка, все собрали? Нет, да ты сейчас только утверждал, что все, а тут мы ездим, дети ходят, держи, 32, 33, 34, 35, все собрали, Вань, 35 уже гвоздей, все собрали, 35, вот это мы чудо доказали, доказали, что не надо спешить, вот, а тут ездят, 35, держи, 36, гляди какие, 37, 38, 39, 39, вот веди, это я не поленился сегодня, принес, но сколько дорогу он просыпало, только дети теперь колоть ноги будут, а там я ничего не просыпал дорогой, там ничего не падло, но ты поднял-то выше головы-то, держи, дорогу я не так высоко поднимал, но 40, 42, 43, 44, 45, 46, держи дальше, Вань, все собрали, все собрали, ты сейчас сказал, что собрал все, сказал нет, сказал, и тебя я проверить никак бы не мог, ты стал доказывать, ты умеешь доказывать, потому что молодой у тебя память больше, чем у старика, вот, а лучше-то и два Вани возить, вот я сегодня расскажу сказку, новую вам, Что, сколько там было? 42, 42? Да, ладно, что же ты 42-то ошибся, ну, 42-то, держи, ну, теперь можем сказать, что близко к развязке, вот как надо искать, а мы раньше еще искали, в сетку положим его, чтобы тащить, и все, он выберет, Надо травку только приподнять, чуть-чуть вот так, размолотить, потому что он в траве гвоздь не отрывается, ну, вот, 42, видишь, как тщательно надо искать, вот чем я занимаюсь с вами, с вами, 42, все, шабаш, 43, ну, надо 44 найти, чтобы запомнить было, Вань, попробуй на счастливую руку, ну-ка, вот 43 я нашел, так, давай, Никита должен был следить за этим-то, так, не нашел ни одной, Ваня, давай на счастливую руку, тебе тоже самое надо делать там, давай, вот, 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 вот он еще, он только сейчас говорил, что еще нету, Так, поднимай траву, активно ищи, давай, 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 ну, все получается, еще, Никита, вот, что вы делали, вот сюда, пройди подальше еще, мы сейчас сделали, двери навесили, все сделали, под ключ сдали, это утром я сегодня пораньше нашел, 44, все, нашли, на, положи там в эту, вот, дверь, держи, у тебя дверя в этом, нет, там, нет, ни тому, ни другому, это надо вот, вот, дырка у тебя здесь, Никита знает, где гвоздики, ему надо, плотно ни один гвоздик, чтобы не попал, потому что дети бегают босиком, все, вставай, вот, убирай зону, Благословение, идите, руки-то мойте, идите, руки-то мой, Тимофей, сейчас будет удар в колокол, иди, Греб, ездят, ездят, приехали, приехали, вот, приехали они, приехали они, Колоколам! Ксюша, ну-ка, чего ты ее задерживаешь, Агния, вперед, колоколам! Там мы идем? Колоколам! Колоколам! Ксюша, ну-ка, что ты ее задерживаешь, Агния, вперед, колоколам! Блин! Дядя Владимир, у вас есть лицо ученое? И вам? Я помню, бегом! Бегом говорит! У нас с вами, шагом не ходят! Господи, слава тебе! Благодарим тебя создать, что он только наши молитвы и гостей наших сохранил пути в воздухе. Благослови Виктора и же с ним, чтобы обратить в мире. И вот слава за все ясно. Благослови. Аминь. Значит, сейчас возглавил Виктор Николаевич Савченко. Встретил гостей, они находятся у Юрины. Куда он занесло-то? Теперь ему попасть надо сегодня пятиться костер, он же играет это все. Ну, наверное, с Алексеем загуляем приедет. Так что тоже надо помочь. Так. В кепке опять Тарас молился. Забыл, маменька. У него шапка как у манкурта прирастла к волосам. Так. Логи вместе держать, я говорю. Лучше вам сказку расскажу. Надеете? Да! Да! Вот. Внехали им в царский, внехали на кудар. Вот. Прометили один. Ну, вы знаете эту сказку как. Было у него три стрина. Два у него были там стримцами просто, а последняя Иванушка Довачев. Но потом он стал первым. И вот вчера мы решили сделать хорошую раздевалку вам. Перенести ее в другое место там, чтобы была, и поближе на новое место. Потому что здесь пока еще не восстановили. И мы ее сделали. А сегодня рано утром. Я уже снял двери. И сейчас ребята мне отнесли, навесили. Все. Вы оцените эту. Дерь самозакрывающаяся, как в городе. Вообще. Ну, а когда обратно шли, один стримц, ему сказали, что если он держит ровно, а то в гвозди все на тележке так. Ну, этот стримц поднял оглох. А мне так удобно. Вот так вот так. Ну, и в гвозди посыпались. Всегда собрали. Собрали. Сегодня спрашивают стримц. Все собрал. Все. Я того гвоздя не оставил. Вот рядом с дорогой. Дети бегают. Все. Я не повенился. Принес вот эту штуку. Называется магнит. Вот. Смотрите. Ну и взял этих двух Иванов. Без предсказки. И сколько мы собрали? 44. 44 гвоздя. А они еще раз с травой выбирали, долго сидели. 44 еще нашли. Благодаря магниту, который Господь создал. Магнитная аномалия, где талибисосрелка, где руды можно достать. Понятно? Еще одно случилось. У этого царя пришла мысль создать лагерь детский трудовой православный. Ну, люди были разных талантов здесь. У него там были кошки ловили мышек. А потом эти принцы решили, что они могут не хуже кошек ловить мышек. А дальше-то они не знают, чем принцы с ними делать. Кто первым придумал мышку-то ловить? Кто поймал мышку? Я поймал мышку. Ты. И мышка это будто бы кого-то укусила. Андрей просил. 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 Где просил? Я поймал. Так просил. Понимаете, укус мышки может ничего не значит. А может значит тулеремия болезнь такая есть. Тихо. Если морковка погрызена мышкой, морковку варить только надо, вырезать это место. Иначе будешь болеть и много средств затратишь. Что эти принцы придумали? Мышку посадили в ведро. И решили, что эта мышка должна умереть. Но как ее лишить жизни не знают. Я потом с принцем разговаривал, он как, еще одного принца взял и решили вдвоем пописать. Я говорю, а зачем? А чтобы она захлебнулась. Я говорю, а там мало. Может быть надо было девочек призвать? Наверно надо было. Так что есть лагерь на одну улицу пошел бы. Я говорю, она пропитается чем-то нехорошим маньяком. И кошка может ее не съесть. А этот принц говорит, а может и так. А потом посидел, ну не тапочком же ее убивать. Но кошка пришла ночью в ведро опрокинула это поганое. И мышку, говорит, съела. Будто бы. Я правильно сказку рассказал? Да. Какие у нас сказки здесь рождаются? Так, все. Вот эти вот надо положить в сетку или так. И вот здесь по лагерю потаскать. Да, только тащи. И случилось большое ЧП. 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 Знаете, что такое? Да. Изначально присяглись. Да. Один маленький принцик устал, прилег. А Иванушка-то, третий-то, через степень пишется, дурак. Он еще не придумал, а подойти склониться над ним и в ухо к нему крикнуть. А этот маленький принц заплакал, проснулся. И говорит, у меня лопнула перепонка. Иди проверь, лопнула или не лопнула. Мы бросили все силы отмыть ему уши, намазать его. Ну а который этот принц, Иванович этот дурачок, я его быстро вызвал. Я говорю, ты что это сделал? Ребенок, который спит, сверьте или не верьте, это свято в любом народе. Во-первых, ребенок сам по себе бестащитный. Да еще когда он спит, на него посмотреть, вспомнить свое детство. И чтобы кричали вот так вот. Я даже не слыхал такого еще. У нас еще пока не было. Это новое, это грозное предупреждение, что далеко не все в порядке у этого Иванушки. И в семье, где он воспитывается. Ненормально. Я рассказываю. Я рассказываю справку. Я смотрю на Дальнем Востоке, где капитан мне рассказывал. Капитан. Он говорит, вот здесь у нас, говорит, были пленные японцы. Но они попросили, когда, говорит, поделились, они, говорит, попросили цемента, сделали стяжку цементную попол по деревянному. Ровное, чтобы было. И сверху сплели сыновки. И сыновки выхлопают. А у нас ковер перевернут, на другой стороне пылики нету. Они в воздухе. И вот, говорит, они на работе. Казармы большие. Триста человек. Триста. И один из них отдыхал там или заболел маленько. И они триста человек в плену. А в плену люди звереют. Они хватают друг у друга. Пайку там. Триста человек. И они, говорит, ходят осторожно по пленовке. Там в Сакиске. Да неужели это вероятно? В спину триста человек ради одного, который в дальнем углу в казарме. А не шопотом разговаривает. А у нас ребенок в нормальной обстановке. Подходит и кричит в ухо. Это уже не изуверство. А по пулителю это или убийца вырастет или что-то такое. То есть понятия о святости нет. Понятия о молитве нет. Я, конечно, попросил Триста написать. Давай, считай слух. Что написано? И нарисовать, как это было. И будем молиться за этого принца, за Ивана Дурака. Кто тут попробует, может, посчитать. Может, этот человек знает. В очереди он. Давай, покажи дядю Володю. Повернись к нему. Давай, считай слух. Сегодня, когда все пришли и стали приобуваться, я с Тимофеем сняли обувь. Он стал надевать туфли. Я помог ему поменять стельку. Потом он сел и заснул. Я сидел рядом, завязывал и развязывал поясок. Увидел, что он пил и решил разбудить его. Приблизился к нему и крикнул, вставай. Он резко проснулся, посмотрел на меня, потом снова заснул. Прошло 5 минут, я пересел на желтую скамейку и увидел, что он плачет. Я спросил его, почему он плачет. Он сказал, что у него болит ухо. Дядя Никита сказал, что понятно, что оно у него болит, потому что оно у него обгорело. Я спросил, где болит. Он сказал, что у него болит перепонка. Я его успокою, и он его уложил на другое место, и он заснул. Это кто сидит вот это? Тимофей. Это Тимофей сидит. А это что вокруг? Клумба. Клумба. А это? Качели. Это качели такие? Да. Вот видите, какой отчет человек дал. Ну, этот ванюшка, может быть, гурачок сдал, протокол ему рассказал, Ну, не сам же он это делал. У нас все верующие, так они не могут. Это где-то в каком-то царстве, в каком-то государстве. Я правильно понял? У нас не могут быть такие люди. Тем более, мы Россия. Мы – это Россия. И чтобы кто-то из русских так поступил с русским человеком, быть не может. Иди сюда. Подойди ты, Моша. Как у тебя ушко-то? Нормально. Нормально. Мы ему сразу сказали помыть, помазать, обгорело одно ушко у него. И все у него хорошо. Видите, какое мы сделали расследование. А когда в заключенные бывают или в армии, человек заснет, они ему бумажку между пальцами, бумажки натолкают, он у ног, а потом поджигают. И представьте себе. Он уже проснулся, а бумажки еще на ногах. Нога горит. Это русские люди, это в армии. Что делается? И сравните, как поступают японцы. Я не знаю, как немцы. Я говорю о том, что мне рассказывал капитан. Очень спокойный, хороший. Да и зачем вам было врать? Вот говорит японцы. Говорит, дрова поставили там пилить. Он покажи размер. Ну, примерно печка. Размер, который умеет разговаривать. Ему дали вот так. Они каждый прикладывают, еще со всех сторон посмотрят, а допилят опять. До миллиметра точно. И когда они построили хранилище для овощей, они, говорит, стояли после войны еще лет двадцать. Стояли. А когда, говорит, разрушились, у нас, говорит, все теперь рушится. Как морковку хранить? Чем ее опылить? Подручными средствами. Это мы, говорит, только узнали у них. И из них довольно почти никто не вернулся. Умотили всех пленных здесь. Вот как. Солженисты пишут о них. Какие они есть. Вот идут они в шахту. Идут по пять человек. Так, строй пять человек. Там пять, пять четверка. Подошли к шахте. Нам в шахту там спускают их. Так. И из них, которые имеют по-русски, говорит начальник, там специферы, говорит, нам нужен рис. Мы не можем этой пищей питаться. У нас люди болеют. У нас желудки другие. Какие тебе желудки? Работать. Начальник. Рис нужен. Я сказал, не будет риса никакого. Начальник, рис нужен. А в это время начальство стоит, полковники стоят. А-ля. Крикнул, пятерка шагнула, в шахту полетели. Пять крупных. Начальник, нам рис нужен. Они глаза таращат на него. Я сказал, рис нужен. А-ля. Вторая пятерка нырнула. Начальники сразу отодвинулись. Вечером рис будет. Вот какой народ. А их стравливали с нами. С таким народом дружить надо. Им можно было Дальний Восток там отрезать. А Японию оставить, как резервацию показывать. Цунами смывает людей. Люди погибают. У нас земля пустует. Я там проехал. Это можно было. И кто это говорит? Это Жириновский, говорит Владимир Вольфович. Почему было не отдать, когда пустующих? А они их озолотят, эти места. Пусть будет автономная Бурятская, автономная Японская. Есть же у нас. Изучают язык. Закон наш, российский. Почему не отдать? Не отдадут. Я написал стихотворение. Виктор Николаевич поет. Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте. Вся рвота все отберут. Никто нас не осудит. Ни правнух. Никто. Во время бури мы рубили мачный забор, чтобы спасти Россию. Это у меня стихотворение такое. Так мне нападали. Это то отдай, то другое. Но никогда Шикотан не был нашим. Людям негде жить. Почему не отдать? Я одно время открыл комнату свою. И ко мне бомжи с вокзала приходили. Бомжи. Дверь без крюча сделал, дверь без крюча там лежу здесь. Они в любое время приходят, ночуют. Еда показана где. Вообще невероятная вещь. Я не пойму, чё ты бродишь? Чё ты дыхаешь? Трогаешь? И когда вот эти адвентисты были седьмого дня, подошел один с окладистой белой бородой и говорит, А вы, наверное, меня не знаете. Не знаю. А я бомж. Я приходил у вас, ночевал, ел. А сейчас в церковь хожу. Мы не знаем, где откликнется наше действие. Теперь я живу по-другому. Я недалеко от вокзала был. Я просто открыл двери. А комната 12,8 квадратных метров. Я тогда ещё ни записи, ничего этого не делал. Понятно? Это всё в нас. Мы можем озолотить мир талантом, который Господь нам дал. У русских людей. Русская нация богатая. Это трудолюбивая нация. Её сделали ленивой, бетещей, пьяной. Дерзкой, блудливой. Она не была такой. И мы должны молиться о том, чтобы Господь просил нас на расстрел царя. За крушение того режима. Он был не лучший, но и не худший. Я вам говорю, как это делается в других нациях. Чтобы вы научились уважать другие народы. Сеня, что это ломается? Стой спокойно. Это вам сгодится. Когда мы встречаемся с людьми, мы должны прислушаться, кто они такие. У меня вот здесь вот, в этом лакере были казаки. Десять. Немцы. Евреи. Баптисты. Пятидесятники. Кого только не было. Цыгане. Немцы. У нас нищего не было. Мы говорим, молись, как умеешь. Как? Он молится по-моему. Проходит лето. Он выезжает, как православный. Молит. Его никто не выставлял. Мы говорим, как тебе. Положила руки сложить. Так. Что нам молитву должен быть. Все. Интересно. Наши мальчики играют. Давно в это время открывают Библию и читают. Наши пошли куда-то и балуются. Вот вон он опять Библию открывает и читает. А ребенку лет двенадцать. Один Юра сидит. Один Юра сидит. Один Юра. Один Юра сидит в этом лагере. Они протестанты. У них свой лагерь. Но они послушались матери. Вот какое послушание у людей. И он здесь был. Они оба высокие. Дети тут. Просто очень хорошие люди. И они приехали сюда. Он ехать не хочет. Они приехали забирать. А он не едет никуда. Остается. Они приехали. Юра, ты совсем православный стал. Мы его ни разу не говорили. Он говорит, я вот читаю ваше жизнь. У вас как-то интересно. Летом шум уносят. А зимой по снегу босиком ходят. Мы удивили его своими подвигами. Мы православные. Мы вся Русь юродивая. И он это заметил. Я сейчас не знаю, как он, где и что. Интересно? Да, да. Вот. Можно тут платочки скажите? Да. Давай. У нас вчера еще случай неприятный произошел. Ваня, расскажи. Вот, когда я написал на лесочке, я успел раскалывать свои орехи. Кто написал-то? Ну? Когда я стала раскалывать свои орехи, то я отвлек и навредил. Потом прихожу, смотрю, все берут на лесочек, читают, читают. Вот это было как? Я стала его забирать. У кого? Ну, я видела, как Лиля читает. Суша была, Ваня был. Вы лежите здесь, если их не прикрыты. Почему не прочитать-то? Так я его спрятала в коровку. В какую? В коровку. Ну, хорошо. Ну, что в этом тайне? Все равно прочитали. Никакой тайны в этом нет. Дальше что? Потом Ваня выхватил у меня листочки. Я его хотел забрать. Какой Ваня? Вот это. Я хотел его забрать, а он вот так вытягивает руки. Я же не могу затянуть, я пытаюсь запылить. Ваня, было такое? Да, просто все читали, я тоже хотел почитать. Ну, разве это ответ? Все пьяные, я буду пьяным. И хотел почитать. А ты бы сказал, без разрешения хозяина не надо делать. Попроси ли у Вани прощения? Да, спасибо. Он покается. Выпекается и сосудит туда тебя, пожалуйста. Попроси у него прощения, поклонись на земле, Бог. Прости его, родственница. Прости его. Прости его. Прощаюсь. Прощаюсь. Что с вами дуракам взять и говорить? Опять же, вы поступили неправильно. А ты плохо спятал, зачем тебе коробку положить? Положил бы в карман. В карман положил бы и все. Эта коробка всем доступна. Всем детям и всем взрослым. Такие вещи не нужно платить. Я спровоцировала людей это. Ксюша взяла. Ну, она интересные прочитала. Еще особенного там есть. Я не права, мать всегда. Так, еще ребята. Вчера приходят деревенские. Чего они просят и поймут. Что им дать? Покормить, думаю, их надо. Нет, не кормить. А что надо? Футбол играть. А там они пришли за Ваня вот за этим. За большим. За Ваня. Вы спрашиваете его, зачем он нужен им? Фринт ходит. А почему же нам не нужно играть? Потому что он не высыпается. Он не говорил, что не высыпается. Он говорил, я ложусь спать и не могу заснуть долго. Так? Да. Я сказал, ты играл в футбол. Он говорит, да. Я говорю, перед сном надо успокоиться. Прогулять, походиться. Трудными разговорами не затруднять себя. Не пить, не есть. И ты легко заснешь. А тут уже говорите, он не высыпает. Этого не было сказано. Это кто придумал? Девчонки просят. Я кое-как понял чего. Они ищут поиграть его в футбол. Я говорю, какой разговор-то? Заберите вы его. Поиграли? Да. Вы доволен? Перчата довольны? Притом он говорил, футбол ненавидит. А тут полюбил что-то. Вот и как. Он полюбил футбол. Через игроков, может быть, дошло дело. У нас все красиво и интересно. Правильно? Все. Ты за вчерашнюю за тележку каешься? Попроси прощения. Простите. Простите. Что больше никогда так не делал. Сказали ровно держать. Я вам показал. В чашке большая вода. Ну, я ее наклонил вот так. Все. Воды нет, она вылилась. Я просто показал. Ну, и ты тележку поднял выше головы. А мне так удобно. Все. Кроме штаны через голову надевать. Уходим. 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 Семь. equipped. Тatsunen. Уходим. Руки, кто не молсом вымойте. Наша сие. Уходим. Зампом. Сверху. Стас уходим. Ну poco печально. Уходим. Так, внимание Сейчас святая вода еще Так, не разговаривайте Внимание Господи, Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Вы нас разобули, давайте скажем Россия должна стать Россия это мы Что бы у нас не было Мы все время разбираем и ощущаемся Так, на кухне больше никого не лечат? Нет Все, так, давайте Кого я поддерживаю? Вода святая Сначала воды святой Так, все перекрестите И святой водички выпейте Ладно Передавай Потом я Дам, которые у меня три человека Которых поддерживают Бери Мы пили воду во всей Европе Некипяченую Но утром всегда святая вода была И никто не заболел Никто Мы где воду набирали Нам прям криком кричали Не пейте, вода тут плохая Не надо А мы набирали все равно Ну, из крана В одном месте брали Она аж коричневая Такая мутная Ну, неудобно было как-то Но нам надо было воды Так, немного не накладывай Так Тимоша Давай ложку Вот они у меня как Это тертая морковка Не урони Так Где у меня Тарасик Тарасик где? Так, это Никина? Это Викина Вот Вика Она поддержит И Тарасик А потом я ем и даю тем, кто тер Вот Тарасик Это самых маленьких поддерживаем Так, разговоры прекратили Молчание Второе будет половина И компот половина Не забывай Помаленьку Нет, Тарасик Глянем Видишь, он делает Сколько берет Вот какие у нас сухови вкусные Давайте Садитесь Успокойтесь И ешь С молитвой Досыто Харики у нас Ой Ой Так Ты опять Бей без кусочка в руке Отодвинь чашку подальше Вот так вот А теперь поднимай Вот так Смотри, он, Леш, уже правильно ест Не склоняйтесь над чашкой Суп горячий Суп горячий Вот так вот Отдым